хочу сегодня сделать первый фильм в котором наконец-то изложить свою гипотезу которая шел много лет больше двадцати по поводу того кто и с кем воюет на нашей земле в последнее время одна из моих последних книг эта книга 12 ликов еги в ней я как раз описал ту самую войну которая идет на земле частью которой является данная специальная операция на украине и эта война она идет по данным этой моей книги между русским народом и религиозными народами и к русскому народу относятся все белые народы а к религиозным народом относятся все цветные народы и в этой книге я пришел к такому выводу что изначально изначально формировалась сторона атеистических народов русских которая была сформирована каким-то образом историческим образом на территории центра русской равнины а потом уже в германии сформировался новый тип людей и государственности который стал основателем верующего государства этим верующим государством стала римская империя священная римской империи германской нации она появилась в конце семнадцатого и в восемнадцатом веке она придумала себе старую историю древнего рима древней греции и тому подобное которых никогда не существовало и которые были выдуманы теми фюрерами которые были в германии до того самого гитлера и вот между этими двумя перекрещивающимися цивилизациями и идут постоянные войны если вы вспомните первую мировую войну то немцы напали на россию вторую немцы напали на россию третью которая сейчас возможно идет по заверениям многих опять же немцы ну то есть как бы ближневосточное их крыло библейской нации напала на россию и на русские народы в том числе и на украинские если берем зеленского то сам путин определил его национальность как библейскую и дело в том что получается так что все абсолютно все войны на земле это не мой вывод это до меня уже сделали философы такой вывод они идут только между людьми которые не верят в авраамического бога и теми людьми которые верят в него все эти войны всегда назывались одним словом крестовые походы гитлер сюда шел на территорию советского союза который не верил в то время в авраамического бога тоже с крестовым походом об этом всегда все трубили и он этого не стеснялся в девяносто первом девяносто третьих годах двадцатого века пошел очередной крестовый поход против россии который увенчался успехом и сегодня все государственные деятели россии ходят в церковь и крестятся это признак того что они являются оккупационной администрации по линии именно того немецкого начала над россией который появилась в результате этого государственного переворота но надо отдать должное нашим вновь испекаемым государственным деятелям они не всегда ходят те самые храмы и все-таки атеизм в головах берет вверх но самые стойкие политики наши они все время ходят в храм и стоят там и воодушевленно крестятся так вот я когда написал книгу 12 ликов еги она посвящена все-таки богини и ге и га это в том числе и наша земля и в итоге я сделал для себя такой промежуточные вывод что действительно войны все и противостояние идет между атеизмом и религиозными всевозможными воинствами или как они себя называют воинство бога то есть они в любом случае воинство а не народы которые несут любовь они любовью прикрываются как детьми бандиты но несут всегда только смерть и разрушение как это видно во всех странах куда проникает церковь однако параллельно я все эти 20 лет ввел и другие исследования чисто антропологические я хотел понять сколько видов человека существует на нашей земле и какие это виды как-нибудь я вам расскажу поподробней в некоторых моих фильмах я уже к этому обращался сейчас я сделаю только один такой знаете срез чтобы вы поняли к чему это все привело в итоге как-то лет 15 тому назад я стал создавать книгу и в ней карту археологической культур какая культура из какой произошла и в какую далее развелась и что интересно у меня автоматом образовался два потока археологической культуры вот на нашей территории от урала до запада европы и про африку там отдельный вопрос дело в том что на нашей территории все археологической культуры так или иначе они приходят к человеку современного вида то есть к тому что мы называем сегодня русским человеком или белым человек а в европе такой картины не было там изначально были неодертальские культуры и нам где-то примерно в девяностых даже может быть раньше годах ученые стали говорить о том что неодертальцы все мол вымерли и вы их больше можете даже не искать но в двухтысячных годах стали появляться на западе многочисленные научные работы публикации в которых говорил что существует генетика неодертальцев существуют их большие проценты европейской нации у некоторых в мозгу в мозговом веществе достигали эти проценты 30-40 процентов неодертальских генов то есть это серьезное было такое это огромное влияние это практически другие люди и вот получилось так что после культур мустье которые официально считаются культурами неодертальского человека я вдруг заметил что везде во франции в испании и там далее вот в этом месте где жили неодертальцы ничего после мустье которая исчезла в тридцатом тысячелетии до нашей эры ничто не исчезло люди-то остались только они перешли на этих же территориях из этих же культур в культуры так называемых азиль и это культуры которые имеют примерно центральную дату своего существования 15 тысяч лет но они не являются культурами мезолита а мезолит это культуры человека современного вида дальше не буду я вас этим загружать просто иметь в виду что на территории россии человек современного вида перемещался по линии времени формируя культуру верхнего палеолита это примерно 50-15 тысяч лет дальше он сформировал культуру мезолита это 15-8 тысяч лет до нашей эры потом неолита 8-3 до нашей эры потом бронзового века 3-1 и дальше пошел железный век и средневековье в европе все происходило по-другому там сначала до 50 тысячелетий до 30 включительно примерно сначала были неодертальцы и их культура она очень была похожа на верхний палеолит человека современного вида но люди были другими дальше пошел азиль дальше еще куча всевозможных различных культур и в пятом третьем тысячелетии до нашей эры вместо нашего неолита у них там проистекали культуры кухонных куч это когда неодерталец садился где-то на корточки и начинал поедать большие массы моллюсков вот такие кучи длиной метров по 250 по 300 они являются теми самыми археологическими памятниками которые остались от неодертальцев в европе а датировка этих памятников я уже сказал начало самой ранней 5000 лет до новой эры а окончание средние века нашего времени и такие же культуры кухонных куч они обнаружены в том числе и в японии до первого тысячелетия нашей эры поэтому я из этих культур из их унаследования друг другом я сделал выводы что европа и вся остальная территория евразии кроме россии она была заселена как изначально неодертальскими видами человек их было около 30 так и по сегодняшний день это те самые цветные народы и и в обозначении этих народов неодертальцами сегодня в наше время нет ничего негативного потому что большинство антропологов европы работает над тем чтобы признать европу неодертальским наследием и неодертальским развитием которое естественно происходило из той самой африки то есть у них в этом самом звене все очень правильно но россия возникла каким-то другим моментом я даже в свое время разговаривал с генетиками и спрашивал у них они мне отвечали что гаплогруппы по мужской хромосоме они идут от хромосомы а до хромосомы r а вот сама хромосомы r она как бы не относится к этому всему стволу я тогда у них спросил может быть она неодертальская или наоборот она например русская а все остальные неодертальские на что мне был дан ответ что не знают как интерпретировать этот момент сейчас все перемешано но в генетике которая ведет свои исследования по гаплогруппам там много чего не ясного на сегодняшний момент я думаю что скоро это прояснится тогда будет немножко проще ориентироваться в этом вопросе и наконец я как-то делал видео по генам которые связаны с молоком и показал что только в россии только на руси только в центральной ее части ген толерантность к молоку присутствует плюс немножко там сдвиг туда в сторону европы то есть где белое население распространено а во всем другом мире во всех абсолютно народах нет этого гена толерантности к молоку и если подобрать такие маркеры как этот ген то мы найдем очень много различных генов и различных проявлений которые действительно разделяют сегодняшнюю тусовку человеческую на нашей земле на две большие неравные линии одна линия это русский народ точнее русские народы я вам говорил уже русских народов около 90 единиц насчитывается и вторая линия это неадертальские народы цветные народы которые совершенно имеют другую историю развитие другие психические данные другие абсолютно воззрений на мир и вот между этими двумя потоками идут сегодняшние войны заметьте раз как-нибудь или два как-нибудь или может быть много раз последите за ситуацией я думаю что будет интересно что именно между белыми и цветными всегда идут войны только проблема здесь в том кого относить кому дело в том что вот например германцы они не все белые там из четырех составляющих нации это государство только одна часть одна нация является белой та собственно которая была из русского народа а все остальные три в том числе и из которой был тот самый гитлер чернушка как его звали свои коллеги они уже являются цветными швейцарцы цветные они относятся к неадертальцам северного типа например норвеги тоже несмотря на березну их кожи там и всего такого прочего и шины это монголоиды из китая я уже говорил допустим если берем англичан то они наши родственники но в определенной части потому что если мы будем брать галлов например которые тоже в основе англии лежат то это цветные населения которые уже роднее баскам и жителям нашего кавказа и ближневосточных всех вот этих стран если мы берем славянские какие-то государства например ту же самую сербию то по своей генетике большинство сербов сродни той же самой ближневосточной стране где живут одни не товарищи поэтому это сложный вопрос расчленения двух потоков но совокупности в своей состоит дело так что один поток назовем его просто неадертальский он хочет завоевать всю землю под себя и какими-то всевозможными средствами какие он только может придумать он хочет уничтожить стереть с лица земли русский народ и видимо это происходит на подсознательном уровне потому что у русских такой цели нет они не хотят ни один народ стереть с лица земли а вот неадертальцы то есть все народы цветного плана они хотят именно стереть именно русский народ по какой-то причине эта причина возможно кроется в происхождении которые они себе придумали потому что считается и я сам в свое время у кгбшников спрашивал какая у них там кгб идет ну как бы такая теория происхождения людей и они говорили что русский народ произошел пришел на землю по лучу а все остальные народы цветные их родила сама земля поэтому мы получается с точки зрения цветных народов не братья им и я не понимаю что это значит получу я до сих пор это не смог в этом разобраться но факт остается фактом в цветных народах очень большая проблема с пониманием кто свой кто чужой и до сих пор во многих странах там идет буквально резня между своими и чужими а когда какой-то народ оказывается тотально не своим нот пришли мы получу русский да то там вся планета против него восстает бросая свои неурядицы на потом вот такая ситуация с этими двумя потоками со временем будем следить за ней и я сделаю может быть еще несколько видео на эту тему чтобы в ней окончательно разобраться